Дорогие мои мужчины, я как всегда даю вам очень много рекомендаций по красивому телу, уходу за своей интимной сферой. И хочу сегодня дополнить к тому, что уже было давно сказано, некоторые нюансы или напомнить вам о том, насколько важна ваша интимная сфера. Прежде всего каждый мужчина хочет сохранять молодость, и это правильно. Каждый мужчина хочет сохранять свою сексуальность и востребованность к женщине. Каждый мужчина хочет иметь мужскую силу в любом возрасте, особенно после сорока. Каждый мужчина хочет быть любимым и быть успешным. И мы часто не задумываясь о том, что наша интимная сфера очень за много отвечает. Прежде всего, вы уже знаете, это, конечно, ваше интимное здоровье. И многие мужчины сталкивались в разные периоды своей жизни с такими проблемами, как простудные заболевания, это простатит. Повторюсь, я уже много раз об этом говорила, опять напоминаю. Вы знаете, почему я хочу эту тему затронуть? Потому что часто мне пишут мужчины, звонят. Вы знаете, кто-то действительно спрашивает о рекомендациях, насколько это влияет на здоровье. А многие, вы знаете, не понимают и как-то все это переносит в какие-то эротические вещи. Ну, это, конечно, тоже неплохо на самом деле. Но, вы знаете, смеяться-то можно тогда, когда все отлично. А когда после сорока уже проблем, это на самом деле плачевно. И, вы знаете, так сложилось в нашей жизни при всей любви к мужчинам. Я их очень люблю, уважаю, ценю. Как без мужчины жизнь не может быть. Они иногда не могут признаться сами себе о своей слабости мужской силы, о каких-то проблемах. И даже часто не посещают врачей. И вот сейчас я хотела опять вам дать рекомендации, профилактические рекомендации, чтобы предотвратить серьезные последствия. Это, конечно, массаж простаты. Многие мужчины это делают, как профилактику. Вообще рекомендуется хотя бы раз в полгода, услышите меня мужчина, вообще делать массаж простаты. Хотя бы раз в год. Не когда уже, извините, прихватят, а просто как профилактику. Почему-то каждый день вы душ принимаете, да? Ухаживаете там за своей внешностью, за волосами. Одеваетесь красиво. Это совершенно правильно на самом деле. Извините за интимную подробность. Ухаживаете за интимные сферы, моетесь, да? И, конечно, ваше достоинство у вас на первом месте. Это совершенно нормально. Но почему-то никогда не задумаетесь, что вообще профилактика мужского здоровья очень важна для мужчины. Многие мужчины говорят, я хожу в тренажерный зал, там, йогой. Да и хорошо, это, конечно, внешняя красота, ваши бицепсы, трицепсы. И супер. Женщины тоже это любят и восхищаются вами. А что у меня внутри? Ну, извините, это уже не видно. Нет, уважаемые, это видно. И видно вниз внешне, видно внутри. Вы переживаете, вы себя чувствуете некомфортно. Пожалуйста, займитесь своей интимной сферой, займитесь своим здоровьем и профилактикой. И вот сейчас я хотела опять вернуться к массажу простаты. Конечно, когда... У нас есть несколько вариантов, что вы можете воспользоваться. Конечно, когда какие-то серьезные проблемы, мы идем, естественно, к врачу. И он делает массаж профессиональной простаты. И это правильно. Если еще до этого не дошло, нужно самим это делать. Желательно это делать хотя бы раз в неделю. Можно два раза в неделю. Или раз хотя бы, мужчины, раз в полгода курс по 5-6 дней сами себе. Но я не за это. Я лучше все-таки раз или два раза в неделю. Первое. Вы можете себе сами делать массаж. Или ваша любимая женщина. Многие мужчины говорят, ой, если нам там делают, значит, мы там уже нетрадиционные ориентации и все так далее. Ну, вы знаете, на самом деле смешно. Это опять же бескультурия сексуальных отношений. Это массаж. Когда вас прихватывают, вы идете на массаж. А значит, пока не прихватило, мы это делать не будем. Нужно делать. Почему? Физиологически рассказываю. В вашей области, где находится анус, на самом деле у мужчин и у женщин, когда мы заходим в анус, там есть очень мощная сосудистая система. И когда она эластичная, сильная, большой идет приток энергии, улучшается кровообращение и идет в головной мозг. И первое, что человек ощущает, повторюсь, и мужчина, и женщина, вот что здесь одинаково, большой прилив сил. Это первое. Вот часто мужчина говорит, ой, я там устаю, у меня там плохое настроение, да, ощущение. Это тоже зависит от сосудистой системы. Ну, давайте так по-честному. Не каждый занимается интимной сферой и часто бывает у вас даже, вы волнуетесь, переживаете зажатие в области ануса. Это нормально совершенно. Нужно там расслабить. И как раз, занимаясь массажем, потом я к этому вернусь, первое, становится там все эластично. Идет большой приток сил и энергии. Повторюсь, это в физиологии написано в этом учебнике, это не я придумала, на самом деле. Далее, у многих мужчин геморрой. Ну, разные периоды жизни, или сидячая работа, или, извините, проблемы со стулом, что можно восстановить, да. И вы часто скрываете это и волнуетесь. Пожалуйста, у вас есть возможность, занимаясь массажем, все это там гармонизировать. Первое, у вас не будет геморроев, будет отличная сосудистая система, нормализуется стул, нормализуется работа кишечника, потому что там так устроено, что внутри вас есть стенки кишечника, которые тоже, скажем так, повышают тонус. И очень важно подтягивается живот. Вот часто я вижу мужчины, которые ходят в тренажерный зал, и все равно ходят пузатые. Уж извините. Это хоть закачайтесь прессом. Заметьте, я специалист, занимаюсь 15-20 лет. Поэтому здесь проблема еще с тонусом кишечника. И когда тонус кишечника повышается, живот подтягивается. Я не говорю про тех, которые занимаются только обжираловкой. Бывает, мужчина нормально кушает, и у него это проблема. Следующий момент. Это ваша все-таки красота внешняя, о чем вы очень заботитесь. Ну, дай бог, что заботитесь. И следующее, к чему я возвращаюсь, это массаж простаты. Для чего она нужна? Мужская сила, прилив энергии, профилактика вашего здоровья на долгие годы. Плюс, кстати, после 40, как мне сказали врачи, что больше недержания у мужчин, даже чем у женщин в процентном соотношении. Мужчины, услышьте меня, после 40 на самом деле. Кто-то даже скрывает это. Поэтому массаж простаты частично помогает решить недержание мочи. Но если еще и не включить тренировку интимной сферы, то, что я даю на своих занятиях, и на моем сайте есть мастер-классы, укрепить мочеполовую диафрагму, чтобы этих проблем не возникало. И сохранить свое мужское достоинство и в 60, и в 70, и в 80 лет. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова